Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как проходит кассовая реформа в Самарской области? В чем ее цель и какие итоги уже можно подвести? Об этом говорим сегодня в нашей студии начальник отдела оперативного контроля Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области. Константин Магда. Здравствуйте, Константин Михайлович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на каком этапе сегодня реформа и в чем ее основная суть? Для чего она была затеяна и проводится? Идеология ККТ нового типа, работающая в режиме онлайн, заключается в повышении собираемости налогов, увеличении прозрачности платежей, обелении розницы, а также в защите прав потребителей на принципиальном уровне. До недавнего времени вся информация о расчетах хранилась в электронной контрольной ленте, установленной в контрольно-кассовой технике, и раз в год передавалась в Федеральную налоговую службу. Данная технология не обеспечивала интереса ни бизнеса, ни государства, ни потребителей, поскольку невозможно было проанализировать информацию о расчетах, а также о товарном потоке. Да и нередко эта информация недобросовестными налогоплательщиками корректировалась. С 1 июля 2017 года все налогоплательщики в обязательном порядке перешли на новые контрольно-кассовые машины, то есть работающие в режиме онлайн. В чем заключается эта технология? То есть информация о каждом расчете в режиме реального времени передается оператору фискальных данных, и в дальнейшем уже после ее обработки передается в Федеральную налоговую службу. То есть вот эта технология, она позволила недобросовестным налогоплательщикам уже уйти от так называемой скрутки, выручки, которую они иногда в ряде случаев делали, и, соответственно, вся информация теперь хранится в защищенном облаке на сервере Федеральной налоговой службы. А для разных категорий бизнеса, вот у нас же есть и торговля, и услуги, какие этапы, и вообще есть какие-то исключения? Ну да, с 1 июля 2017 года все те, кто раньше применял контрольно-кассовую технику, перешли на новые умные так называемые кассы. Это розница, которая находилась на системе налогообложения общей, либо упрощенной системе налогообложения. Ряду категорий налогоплательщиков дана отсрочка в переходе на новые контрольно-кассовые техники, в частности, плательщикам единого налога на вмененный доход, патентной системы налогообложения, налогоплательщикам, оказывающим услуги населению, использующих торговые автоматы. Соответственно, для них срок перехода на новые кассы с 1 июля 2018 года, то есть им дали отсрочку еще на год. Если говорить о том, что этапы этой реформы, но все те, кто должен был перейти к 1 июля, они перешли. Это в Самарской области порядка 8600 налогоплательщиков, которые зарегистрировали и успешно применяют более 27 тысяч кассовой техники нового образца. Ну, если говорить о небольшой предыстории, то эта технология не нова. В различных странах Европы эта технология уже успешно применяется. Да и в Российской Федерации, начиная с 2015 года, в ряде регионов был проект такой, как бы посмотреть, как это будет все действовать, и, соответственно, проблемы выявить и найти пути их решения. Так вот, с 2015 года, в 2015-2016 год эта реформа у нас была, эта технология у нас применялась в ряде регионов-субъектов Российской Федерации, и она показала свою эффективность. Ну, все равно обычно, когда что-то новое вводится, возникает какое-то непонимание, проблемы. Вот, допустим, до сих пор, мне кажется, не все еще сориентировались, что нужно устанавливать кассу на рынках, в каких-то точках, например, при продаже пива. Даже вот потребителю как проверить, все правильно или нет? Ну, смотрите, у нас ситуация вот в чем заключается. Реализация алкогольной продукции, в том числе пива, она регулируется 171-м федеральным законом о реализации алкогольной продукции. Так вот, в старой редакции этого закона с 31 марта 2017 года все организации и индивидуальные предприниматели, которые реализуют алкогольную продукцию, обязаны были применять контрольно-кассовую технику. В том числе и плательщики ЕНВД, и плательщики патента. Но буквально 29 июля этого года президентам были подписаны изменения в этот 171-й федеральный закон. Так там вот теперь организации, реализующие алкогольную, налогоплательщики, реализующие алкогольную продукцию, обязаны применять контрольно-кассовую технику в соответствии с законодательством о применении контрольно-кассовой техники. Что это значит? У нас, как я ранее говорил, плательщики ЕНВД и патента переходят на новые кассы с 1 июля 2018 года. Ну и тем самым, значит, при реализации алкогольной продукции, если налогоплательщик находится на системе налогообложения ЕНВД или патента, то у него обязанность применять контрольную кассовую технику с 1 июля 2018 года. Вы сказали, что все уже кому нужно перешли, и что вот никаких проблем не возникало, и до сих пор, наверное, идет этот процесс перехода. Вот, допустим, установить онлайн-кассу, сколько это занимает по времени, и возникают ли при этом проблемы, и чем налоговая может в этом помочь предпринимателю. Допустим, если нет денег даже на установку, покупку новой техники. Если денег нет, то налоговая, наверное, вряд ли поможет. Но хочу просто остановиться на технических моментах. Если в старой редакции федерального закона пользователь контрольно-кассовой техники при регистрации, перерегистрации, снятия с учета контрольно-кассовой техники, обязан был идти в налоговый орган по месту осуществления деятельности, приносить с собой контрольно-кассовую технику, то есть и налоговый инспектор ему регистрировал эту контрольно-кассовую технику в течение пяти рабочих дней, то в связи с изменениями, которые у нас вступили в силу с прошлого года, теперь пользователь контрольно-кассовой техники может зарегистрировать, перерегистрировать, снять с учета контрольно-кассовую технику непосредственно на сайте Федеральной налоговой службы, в личном кабинете, можно сказать, не выходя с своего рабочего места. И процесс регистрации занимает от 10 минут. Да, первоначально были проблемы в начале этой реформы, да и практически до 1 июля 2017 года были проблемы, в том плане не хватало контрольно-кассовой техники, именно фискальных накопителей. Не справлялись производители, и многие задавались вопросом, что нам делать. Мы заключили договор на поставку контрольно-кассовой техники, но по независимым от нас причинам мы ее не получили. Что у нас налоговый орган за это накажет? Так нет, вот в этом плане Минфин совместно с Федеральной налоговой службой выпустили письмо о том, что добросовестные налогоплательщики, которые сделали все от себя зависящее, заключили договор, поставки оплатили, не могут быть привлечены к административной ответственности в связи с тем, что отсутствует вина непосредственно налогоплательщика. И, соответственно, практически до сентября месяца этого года, в связи с нехваткой этих фискальных накопителей, мы помогали налогоплательщикам различные пути искать, в том плане непосредственно с производителями договариваться о поставке, чтобы сроки минимальные сокращения были. Но сейчас, хочу сказать, дефицита контрольно-кассовой техники нет. И останавливаясь на том, что вот с 1 июля 2018 года у нас еще ряд налогоплательщиков будет переходить на новые контрольно-кассовые техники, это ЕНВД и патент, то это будет практически в три раза еще более такая обширная аудитория налогоплательщиков. И, соответственно, столкнувшись с нехваткой вот этой контрольно-кассовой техники в этом году для определенной группы налогоплательщиков, мы говорим, что необходимо заранее позаботиться, заключить договор поставки. Может быть, вы не будете пока применять контрольно-кассовую технику, поскольку обязанности такой нет. Но, тем не менее, позаботиться о приобретении этой техники необходимо заранее. Все-таки они в последний момент, как в свое время было, когда все переходили на ЕГАИС, вот тоже проблема была с оборудованием, потом вот с контрольно-кассовой техникой до 1 июля. Так вот, просим вас не затягивать и не оставлять это все до часа икс, который у вас наступит 1 июля 2018 года. Заранее все-таки побеспокоиться нужно. И все-таки вернусь к деньгам. Налоговые вычеты на приобретение вот такой новой техники вообще предусмотрены? Потому что вот не зря спросила, может быть, ну нет денег, по закону нужно уже приобрести, а нет средств. Да, сейчас в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассматривается законопроект, который вносит изменения в налоговый кодекс в части того, что индивидуальные предприниматели, которые находятся на ЕНВД и патенте, которые ранее не применяли контрольно-кассовую технику, будут иметь возможность получить налоговый вычет до 18 тысяч рублей на каждую единицу контрольно-кассовой техники, которая будет установлена на определенном месте. Соответственно, если пройдя эти изменения, это снизит финансовую нагрузку на такую категорию индивидуальных предпринимателей. И, соответственно, это именно для тех, кто с 1 июля 2018 года обязан будет применять контрольно-кассовую технику. Еще раз остановлюсь индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патенте. Но если говорить о 18 тысячах, то вот самая минимальная сейчас контрольно-кассовая техника уже с фискальным накопителем стоит от 15 тысяч рублей. То есть практически это перекрывает приобретение контрольно-кассовой техники. Но если к истории еще вернуться, то до 2009 года все налогоплательщики, в том числе и ЕНВД и патент, применяли контрольно-кассовую технику. И что касается еще обучения, работе с этой техникой, потому что звучит громко, умная техника, умные кассы, онлайн-кассы. Возникает ли проблема у предпринимателей с тем, как использовать, внедрять все это и, опять же, где можно такие курсы пройти? Ну, у нас в Самарской области в апреле 2017 года стартовал проект так называемой «Открытые классы». Первый открытый класс был организован в городе Тольятти. Сейчас эти открытые классы у нас работают во всех налоговых органах Самарской области. Режим работы этих открытых классов по режиму работы налоговых инспекций. Соответственно, если какие-то проблемы в регистрации, в применении, в снятии с учета перерегистрации, то, соответственно, милости просим в любой налоговый орган, вам подскажут, помогут. Кроме того, у нас на постоянной основе проводятся семинары с налогоплательщиками, с привлечением операторов фискальных данных, поставщиков контрольно-кассовой техники. То есть с обучением проблем нет. Вот информацию можно, наверное, найти. И сегодня во время эфира мы выдаем телефоны, по которым можно позвонить и спросить. Вы сказали, что в нескольких регионах уже прошла такая реформа или проводится. И были сделаны выводы, а особенности в Самарской области есть какие-то? У нас же регион большой, отдаленные места. Не везде интернет есть, опять же, если онлайн. Да, в каждом законе, естественно, есть исключения. Одно исключение – это кто вообще может не применять контрольно-кассовую технику. Это в отдаленных, труднодоступных местностях. Но такие местности должен утвердить орган местного самоправления, субъект Российской Федерации. Но в Самарской области таких местностей нет. Но реально живем-то и не в тайге, где-нибудь. Но есть еще у нас отдаленные от сетей связи местности, где можно применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающих обязательную передачу данных в налоговые органы через операторы фискальных данных. То есть, что это значит? Также вам необходимо, налогоплательщикам необходимо применять новые контрольно-кассовые техники. Вся информация о расчетах будет храниться в фискальном накопителе. Это аналог ККЛЗ, который раньше был в старых кассах. И потом при перерегистрации, либо раз в 13 месяцев, либо раз в 36 месяцев, в зависимости от установленного фискального накопителя, информация будет передаваться также в налоговый орган. Перечень удаленных от сетей связи местностей, он также утверждается правительством Самарской области. В Самарской области он утвержден 27 марта этого года, постановление номер 185. Туда вошли практически все местности, за исключением городов. Кенель-Черкассы, село Рощинский. То есть, мелкие населенные пункты с численностью населения до 10 тысяч человек. Но хотел бы остановиться на этом, целесообразнее все-таки заключить договор с оператором фискальных данных. Ведь система, которая сейчас внедрена, то есть новая контрольно-кассовая техника, которая предусматривает передачу фискальных данных, она еще и настроена на то, что налоговые органы уйдут практически от проверок добросовестных предпринимателей. То есть, если информацию всю мы будем видеть о всех расчетах, которые осуществлены, она будет передаваться в налоговую службу, то смысл в проверках-то отпадет как таковой. Единственное, вот остается местности, которые удалены от сетей и связи. Но сейчас очень многие встречаемся мы с предпринимателями, они говорят, да зачем нам в режиме оффлайн, ну нет, без передачи, мы лучше заключим договор с ОФД и в режиме онлайн, в чем это выгода. То есть, когда вы заключаете договор с оператором фискальных данных, вам выдают, подключают к кабинету, к личному кабинету оператора фискальных данных. И, соответственно, войдя в этот кабинет, директор организации видит всю информацию о продажах, видит, когда касса начала работать, сколько чеков пробит, а если это разветвленная сеть, очень удобно. Я, директор где-нибудь на отдыхе со своего смартфона вошел в личный кабинет, видит, во сколько магазин открылся, смена открыта, первый чек пробит, во сколько закрылся, какая выручка в магазине. То есть, и тут контроль, и персоналы магазина. То есть, и бизнес, и потребитель, и государство имеют преимущество, выгоду от этой реформы. Да, совершенно верно. Тут большая выгода еще и для потребителей, в том плане, что, получив чек с контрольно-кассовой техники, сейчас там есть, печатается QR-код. Ну, давайте мы к этому вернемся, это уже что-то вот, уже сложно. Мы посмотрим ролик для того, чтобы лучше разобраться в реформе, а потом продолжим разговор. С 1 февраля 2017 года поэтапно вводится в действие новый порядок работы с контрольно-кассовой техникой. Он предусматривает передачу данных о расчетах в налоговые органы в электронном виде через операторов фискальных данных. С этого момента регистрация кассовых аппаратов осуществляется только по новым правилам. Процедура стала проще. Кассы можно зарегистрировать онлайн в личном кабинете на сайте налог.ру. Согласно новым правилам, кассовый чек может отправляться покупателю в электронном виде. Его можно распечатать или проверить с помощью специального мобильного приложения по штрих-коду. Если вы осуществляете торговлю и принимаете к оплате наличные средства и платежные карты, то перейти на новый порядок вы должны не позднее 1 июля 2017 года. Но если вы являетесь плательщиком единого налога на вмененный доход или используете патентную систему налогообложения, а также если занимаетесь выполнением работ или оказанием услуг, то до 1 июля 2018 вы можете осуществлять расчеты без применения кассовой техники. Как и раньше, выдавать подтверждающий платежный документ по требованию покупателя. Только после 1 июля 2018 года вы будете обязаны применять кассовые аппараты. Общее правило таково, если вы не были обязаны применять кассовые аппараты, то до 1 июля 2018 года можете работать без них. Имеются также исключения, когда можно не применять кассовые аппараты или применять их в автономном режиме, без передачи информации в налоговые органы онлайн. Кстати, если вы принимаете к оплате платежные карты через интернет, то теперь достаточно отправить чек покупателю в электронном виде. Личный кабинет на сайте налог.ру помогает решать многие вопросы по использованию кассовой техники, а также осуществлять мониторинг и анализ своих расчетов в режиме реального времени. Новый порядок существенно сократит количество проверок в ваших точках продаж. Вся информация будет доступна налоговой службе онлайн. Благодаря новой технологии создаются комфортные и равные условия для предпринимателей. Формируется здоровая конкурентная бизнес-среда. Онлайн-кассы. Это просто и удобно. При всей простоте и удобстве применения онлайн-касс, кто может вообще их не применять? Есть такая категория исключения? Ну да. И в старой редакции 54-го федерального закона, и в новой редакции законодательства о применении ККТ есть перечень видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которых можно вообще не применять контрольно-кассовую технику даже с 1 июля 2018 года. Это продажи газеты журналов в газетно-журнальных киосках, но там условия должно быть, что доля реализации газеты журналов в общем товарообороте должна быть более 50%. Продажи ценных бумаг, продажи в общественном транспорте водителям или кондукторам проездных документов, продажи в киосках мороженого и безалкогольными напитками в разлив, продажи из цицерн кваса, живой рыбы, молока, спашка огородов, услуги носильщиков, окраска и ремонт обуви, ну и ряд других еще видов деятельности, они перечислены все во второй статье 54-го федерального закона. То есть перечень даже несколько раз ширился по сравнению с тем, что он был старой редакцией федерального закона. Вот все вот эти рыночки, где торгуют, это тоже, естественно, там или где-то в каких-то там, если киоск более-менее официально оформлен, то там требуется. Ну, в старой редакции, в новой редакции, то есть тоже можно на рынках, ярмарках, выставочных комплексах и других местах, отведенных для осуществления торговли, осуществлять расчеты без применения ККТ, но за исключением палатков, киосков, ларьков. То есть, грубо говоря, на открытых прилавках можно реализовывать товары без применения контрольно-кассовой техники. Но в апреле месяце было подписано постановление правительства о том, что отдельные группы категорий товаров обязательно должны продаваться, осуществляться расчеты с применением контрольно-кассовой техники. Накинуть лекарственные средства, кожа, стройматериалы, даже вот на рынках, грубо говоря, на открытом месте. Но это опять с 1 июля 2018 года. Да, ну это важно, особенно что касается лекарств и так далее, это действительно все очень важно. Вы возглавляете отдел, который имеет контролирующие оперативные функции. Скажите, пожалуйста, в чем они заключаются и какие санкции грозят тем, кто не подчиняется требованиям и не устанавливает или обходит закон? Ну, как я уже говорил, вот идеология нового порядка применения контрольно-кассовой техники, она в большей степени рассчитана на гражданский контроль. То есть у нас каждый потребитель, не получив контрольно-кассовый чек, может обратиться в Федеральную налоговую службу и основанием для проведения проверки у нас будет обращение гражданина. То есть внеплановых проверок вы не проводите? Нет, внеплановых проверок. У нас и не было никогда внеплановых проверок. У нас все проверки плановые, в том числе и по обращениям граждан. Если поступают такие обращения, мы все равно в план проверок это вносим. Соответственно, налогоплательщики вот и на семинарах, на различных мы встречаемся, разговариваем, обратили внимание, что с каждым годом количество проверок все меньше, меньше и меньше становится. Если раньше это были десятки тысяч, то сейчас это сотни в год, я имею в виду. Да, ну здесь и плюсы есть, и, наверное, какие-то минусы тоже, да? Ну, минусы, естественно, есть в каждой реформе, об этом мы тоже налогоплательщики говорят, да, говорят дорого. Вначале, можно сказать, да, то есть цены на контрольно-кассовую технику вначале этой реформы зашкаливали. Сейчас мы, когда уже работали и с поставщиками контрольно-кассовой техники, с операторами фискальных данных, соответственно, цены снижаются на контрольно-кассовую технику. И сейчас я говорю, минимальная цена уже полного комплекта это 15 тысяч рублей. Но производитель обещает и в дальнейшем снижать эти цены на контрольно-кассовую технику. А если говорить об ответственности, да, за неприменение контрольно-кассовой техники, то она сейчас претерпела свои изменения, и уже у нас справедливая система административных штрафов. Ушли мы от уравниловки в этом плане. Кодекс административного правонарушения с июля прошлого года также изменился в этой части, вот в части санкций за неприменение контрольно-кассовой техники. Если говорить о том, что раньше и за непробитую жвачку за 10 рублей, и за непробитый чек за автомобиль стоимостью миллион рублей, ну, грубо говоря, финансовые санкции, ответственность административная была и для того, и для того одинаково. Это несправедливо. И для юридических лиц от 30 до 40 тысяч рублей административная штрафа была для индивидуальных предпринимателей от 3 до 4 тысяч. То сейчас, если говорить о штрафных санкциях, то у нас изменились в том плане, что в зависимости от непробитой суммы. То есть там на юридических лиц от 3-4 до полной суммы расчета административный штраф на не менее 30 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей от 1-2 до 1-4 суммы расчета на не менее 10 тысяч рублей. То есть если ты продал автомобиль за миллион рублей, то не 30 тысяч штраф будет, а уже от 750 до миллиона рублей. А за повторное совершение административного правонарушения при условии, что сумма расчета превышает миллион рублей, то там административное приостановление деятельности организации до 90 суток. Но еще изменилось в административном законодательстве и то, что если налогоплательщик, видя, что он совершил административное правонарушение, устраняет это административное правонарушение, сообщает об этом федеральную налоговую службу, то он может избежать административной ответственности. Но при условии, естественно, что налоговая служба до момента обращения не знала об этом правонарушении, не имела информации такой. Да, и у бизнеса свои интересы. Все-таки хотелось бы остановиться на потребителях. Почему нам нужно и важно иметь вот этот электронный чек? Чем он нам вообще поможет? И на что обращать внимание? Может, мы просто еще не владеем такой информацией, в чем польза? Ну, вот эта вот идея кассы реформ, она, как я уже говорил, еще настроена в том числе и на потребителей. То есть, если раньше мы получали за товар чек в бумажном виде, соответственно, через месяц, если он лежит на открытом месте, он выцветает, и, соответственно, информации никакой мы с него получить уже не можем, то сейчас, помимо кассового чека, потребитель может попросить и представить ему электронный кассовый чек в электронном виде на адрес электронной почты, либо на абонентский номер. Соответственно, в новых чеках появился так называемый QR-код. Где это? QR-код, он внизу чека печатается, соответственно. Его можно отсканировать мобильным телефоном, смартфоном, либо планшетом. Для этого нужно скачать на сайте ФНС России бесплатное мобильное приложение, либо в App Store, Play Market, это мобильное приложение проверки кассовых чеков. И, соответственно, отсканировав этот QR-код, можно проверить легальность торговой операции, то есть действительно ли налогоплательщик есть такой. Вот продемонстрируйте, пожалуйста, если можно. Да, вот сканировав QR-код, соответственно, мы получаем информацию. Вот, пожалуйста, чеки, и значит, что мы делаем? Сканируем. Отсканировав QR-код, мы получаем информацию. Проверить кассовый чек. Проверив кассовый чек, нам программа пишет, чек корректен. Соответственно, мы его можем получить и в электронном виде. Вот, получив его в электронном виде, он в этом же приложении у вас сохраняется. И, соответственно, уже нет необходимости хранить бумажные кассовые чеки, поскольку электронный кассовый чек имеет такую же юридическую силу, как и бумажный кассовый чек. Ну, и если еще говорить о том, что... О плюсах, да. О плюсах, да. Расчеты в сети интернет. Если раньше каким-то образом все равно при реализации товаров через интернет поставщик или продавец должен был представить бумажный кассовый чек, то сейчас этого делать нет необходимости. Он обязан по умолчанию направить электронный кассовый чек на тот адрес, который предоставит ему покупатель-потребитель до момента расчета. Да, вот с интернетом связано с торговлей онлайн и мошенничеством, да, вот это как-то вот может помочь в введении? Вот, я про что и говорю. То есть еще... Ну, у нас же, я говорил, что эти чеки, они... Можно их проверить на легальность торговой операции. То есть, получив этот кассовый чек, отсканировав QR-код, мы видим, что да, этот кассовый чек корректен. Соответственно, такой налогоплательщик зарегистрирован в федеральной налоговой службе. Контрольно-кассовая техника реально зарегистрирована. Поэтому тут меньше, я думаю, будет мошенничества и в сети интернет. Потому что мы все с вами потребители. Меньше риска для потребителей. И, наверное, многие сталкивались с этим моментом, что вот мы деньги оплатили. Конечно. И товар не получили. То сейчас более защищенные расчеты будут. Да, ну вот это вот очень важное, конечно, преимущество. И у нас буквально минутка осталась. Какие-то, может быть, советы, которые вы хотите дать, находясь вот внутри этой службы, или потребителям, или предпринимателям? Что вот еще по ходу этой реформы? Ну, хотелось бы дать советы предпринимателям. Я говорил о том, что вот через год, уже меньше, чем через год, с 1 июля 2018 года большая группа налогоплательщиков обязана будет применять контрольно-кассовую технику. То, соответственно, не тяните, пожалуйста, заказывайте заранее контрольно-кассовую технику. Если какие-то проблемы у вас возникают, обращайтесь в федеральную налоговую службу. Ну, вначале можно обратиться в налоговые инспекции районные, которые вам все расскажут, покажут. Может быть, помогут зарегистрировать контрольно-кассовую технику либо через интернет, либо если вы не владеете интернетом и не хотите регистрировать через интернет, вы также по старинке можете прийти в налоговую инспекцию, в любую, причем, независимо от того, где касса у вас будет находиться. Да, главное прийти, начать раньше действовать, чтобы потом не было применено санкций. Спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир. Наше время, к сожалению, закончилось. Приходите еще. Это важная и полезная информация. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин